всем привет сегодня 15 сентября и в москве очень очень становится холодно и сегодня все свои орхидеи которые у меня были все это тоже холодное лето я занесла помещение сейчас я вам все покажу так что я сегодня с утра спасала все свои орхидеи надвигающихся холодов стеллаж пустой этот столик тоже пустой то я вам покажу что я занесла нашу баню как бы до помещения и что я оставила на улице на улице у меня пока стоит салагина крестата она еще будет здесь один большой цимбидиум до куманы новенькие мои которые я на выставке купила тоже они здесь 2 большой цимбидиум цимбидиум огромные они еще будут на улице так здесь у меня вызывалия которые тоже я купила смотрите как у нее быстро растет бутон был маленький и она скоро зацепит это новая это я купила это мы сдавали я рима рима альба это я купила после выставки когда началась распродажа разных орхидей я ее взяла в группе дендробиум на улице остался ликаста осталось и еще один цимбидиум остался вот это вот пока еще погуляет здесь я уже включила лампы кое-какие лампы пришлось заменить сюда я поставила разные анцидиум и россия глоссум и и сегодня когда я все это заносила тут у меня были сюрпризы смотрите какой красивый цветонос это обычные из магазина желтый по моему такой анцидиум вот обнаружил у него цветонос цвету так здесь вот всякие такие и сюда вот на подоконник я поставила хибики у извиняюсь это вот тоже я такую сделала посадку на выставке которые я купила такие вот две красотки я их посадила вместе вот в такой пробковую вазу так здесь у меня не афинития то есть вот это анцидиум который тоже должен был зацвести он с бутоном это у меня пофиния в общем и мои любимые зигопиталовы все такое было холодно это я все делала утром ничего еще не поливала не обработала пусть они пока несколько дней так постоят потом в принципе за лето я неоднократно говорила что я их обрабатывала и от клещей и от болезней ну еще одну сделаю обработку так что здесь вот у меня такая интерьерная лампа длинная в общем сюда я все притащила потому что но очень и очень становится холодно и держать конечно орхидеи на улице уже абсолютно не вижу смысла центру поставили мы стол здесь разместились все мои котлеи брасы котлея в общем здесь целые кучи как оказалось у них реально много потому что я покупала изолета было очень много новеньких у меня куплено вот такая большая лампа здесь от мини фермер очень она меня спасала они меня вообще спасают эти лампы ой так что вот здесь под лампой разместила вот этот тоже отсвел пока здесь стоит потом уберу я надеюсь им хватит света зимой отопление мы еще не включали принципе в доме еще тепло ну вот буду ходить теперь включать им свет и вечером выключать потому что у некоторых котлей есть чехольчики надеюсь они продолжат свой рост и что-то будет может быть даже зацветут потому что помыла финны и есть чехольчик у там у меня сити тоже у нее чехольчик в общем котлейки то молодцы так и сюда вот на веревочку сделали такую подвесную веревку стангопею принесла повесила то здесь она будет и новый мой кориантос тоже здесь вот будет висеть на уровне так вот полила это же им будет вот свет от этой лампы будет попадать так что вот такое у меня размещение здесь вот тоже так тесновато конечно много много орхидей девочки ну что делать здесь вот чехольчик сейчас покажу помыла финны еще у кого-то я видел чехольчик так что надеюсь что то будет такое интересное зимой маховой домики сюда принесла со своими малышами но я пока их не буду показывать они в этом домике тоже уже они были на улице все это время ну вот я думаю что через месяц наверное я вам покажу их как они там адаптировались и осмотрим всех какие там у них есть изменения так что они вот здесь стоят много чего интересного от россия глоссом новый рост выдал и у второго там вот вторую него тоже маленькая пимпочка наклюнулась говорю хоть и лето было холодное такое очень много чего интересного нашла у своих орхидей так что здесь на зиму мы готовы вот осталось только всех обработать еще раз потом полью я потому что крю они просто все вот ледяные но как видите пережили они это холодное лето вот моя красотка масса и red просто смотрите какая жирная вполне возможно что выпустит цветонос очень активно она росла но сейчас покажу вам что дома у меня потому что какая-то часть все таки а будет у меня дома к улицу покажу здесь петуния и и опять обрезала вот она заново цветет колеусы и мои любимые герани тоже петуни ну в общем-то осень приближается скоро и здесь нужно будет все убирать вытаскивать и готовится к зиме там от розы цветет розы еще цветут сейчас время без временников такие вот они красивые улитки засранки правда здесь поработали много чего подъели ну вот какая-то часть все-таки цветет эти тоже все цветут этим цветам то они ничего орхидеи уже держать на улице смысла нет совсем балкон тоже вам покажу так вот окошко где у меня всегда стоят бульбофиллумы всю зиму вот опять я их разместила тоже заносила нашла цветонос вот прелесть холодно конечно было на улице потому что в принципе очень многие всегда у меня цвели август сентябрь но как им цвести когда такой вот холод вот постоял сентябрь такой знаете бабье лето порадовались мы и 23 было но ночь это все равно холодные но вот это один единственный бульбофиллум который процветет сейчас я его название покажу вот это новую бульбом не отрастил и вот с 0 с новой булбочки вам будет у меня цвести так что остальные дают новые росты там фрости тоже то есть ростики есть но цветение надеюсь что вот сейчас они отогреются они в тепле может быть кто-то еще зацветет но вот на улице в этот раз мы бульбофиллумы не цвели было очень холодно это совсем не для них такая подмосковная погода есть пока все очень плотно потому что потом я буду все убирать мне нужно будет поставить фитолампы здесь у меня стойка с фитолампами от мини фермер обязательно досвечивается но пока я их досвечивать не буду потому что в принципе солнце-то еще есть на улице и я думаю этого хватит но из-за того что вот хочется увидеть цветение единственное что я переживаю как бы не сбросила бутоны посмотрите кто будет свести и сколько бутонов перехотели я ее недавно показывала в видео пожаловалась что она за это лето ничего мне не выдала прошлым летом она дала мне два новых роста и посмотрите я буквально через несколько дней подхожу у нее что-то там наклюнулась и еще через пару дней я обнаружила у нее бутоны и вот они растут они вытягиваются и вот думаю что как бы я не повредила то что все-таки она была на улице сейчас я ее домой принесла как бы она их мне не не отсушила и тоже домой принесла чтобы увидеть цветение загонись и мурасаки комнат что же у нее вот 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 будут открываться ее бутончики так что было у меня знаете чтобы я видела так здесь вот эти вот всякие шелерианки мои помните и может быть кто-то помнит я тоже показывала вторую свою ирэн добкин и сказала что у нее что-то там наклюнулась проклюнулась может быть цветонос и это оказался реально цветонос и два корня два новых корня и вот цветонос то есть 2 ирэн добкин тоже у меня зацветет первое еще свободно я ее выставила на продажу пока она не нашла свой домик но она еще цветет так что и здесь я еще обнаружила тоже я здесь решила не проливом как я обычно чтобы время сократить решила замочить орхидеи в воде и что я вижу из-под листа пожалуйста сога релакс второй цветонос этот вот цветет немножко неудачно стоит так что будет второй цветонос у сога релакс он цветет с 2018 года второй цветонос у колоды твинкова вот он весь раскрылся ароматная прелесть просто красивущий и представляете тоже под листа достала вторую цветонос вот надо еще одну палочку поставить и он тоже у меня зацветет так у меня есть самера и вот у нее какая-то пимпочка но вполне возможно что это наверное корешок так где-то я тут еще нашла второй цветонос так нашла вторую цветонос вот метуса на пелос риф он цветет я его уже показывала и вот вторую цветонос тоже из подлиста достала но какие-то просто чудеса творятся все выдали мне по второму цветоносу ну и кришна я конечно вам показывала вот и вот и вот цветонос тоже вполне возможно скоро и он раскроется здесь вот тоже у шеверяны цветонос ангрек он дома занял свое место в том году он тоже здесь был уже тоже хватит его морозить очень холодно что творит белина посмотрите у нее три ароматнейших цветка и она все цветет цветет и цветет и вот там у нее еще бутон и он еще раскроется в общем в этом году она просто меня порадовала просто порадовала самая вкуснятина такая у меня она здесь но не все вкусняшки тилансию вот сюда поставила тоже с улицы принесла и вот и надобкин первое которое зацвела вот она еще до сих пор цветет очень долго цветет там у нее указалось новый листик попал туда что-то так что вот она еще цветет и ищет свой домик она продается так мы уходим на другое окошко там тоже покажу цветоноса здесь пока тоже я так в принципе поставила ну скорее всего я еще переиграю здесь все но фрагмипедиума я поставила также как и в том году они у меня стояли тоже все дома обязательно я вам все покажу потому что вот тоже раскроются бутоны у фаленопсиса так что все мои фраги дома очень хорошо растут у меня вот эти наверно не попал прошлое видео будет фери пилорик желтый такая обильная тоже грозь цветов у него такой красавец и еще у него там есть цветонос так вот здесь они у меня стоят там у лиодора но я показывала что у него цветонос и вот другая сказка тоже пахнет здесь очень вкусненько очень много новых ростиков у них вот ну пока они цветоносов я на них не вижу и заносила я сюда тоже я поставила для того чтобы просто все это лицезреть когда я обнаружила вот мой новый анцидиум который я купила летом у него сначала я увидела что у него там новый ростик а когда я стала сегодня заносить все домой я обнаружила у него цветонос так что я его тоже сюда принесла чтобы насладиться и цветочками и ароматом но этот я вам уже показывала это тоже мой новый вот такая будет красота два цветоноса у него с одним он приехал и второй вот он у меня растет тоже я его сюда принесла чтобы он раскрылся и чтобы это можно было все видеть морковку принесла это у меня бекалор посмотрите какой жирный вот этот лист у него на улице и вырос и вот там вот тоже новый рост у него и вот с другой стороны где-то я видела так что улица в принципе всем пошла на пользу хоть и холодная вот это лето морковка вот так вот тоже все гуляла гуляла тоже я сюда принесла стало холодно и моя белая я с выставки в дрездене я так думаю что вот здесь стоп-лист это такой красивый пафиопедилум white lady скорее всего это стоп-лист так что вполне возможно покажу вам еще как цветет белая леди так что вот так как будет цветение я вам покажу обязательно я покажу трехопилию потому что это вообще для меня такой сюрприз что вот три представляете три бутона ну и вот так вот мы по быстренькому разместились чтобы уже ну очень холодные ночи обещают заморозки чтобы уже не рисковать если бы хотя бы было бы еще недельку двадцать градусов днем и хотя бы там пусть десять ночью я бы их еще оставила на улице но рисковать уже не хочу так что мы все дома и теперь буду держать вас курсе как то у меня здесь раскроется как то зацветет как раскроется вот это чудо я обязательно сниму видео покажу вам жду с нетерпением первое будет домашнее цветение и такая удача три бутона вот главное что вот из-за того что сейчас произошел смена вот температур что переехала с улицы домой главное чтобы не сбросила не отсушила я не знаю что с ней может произойти это все будет первый раз так что я обязательно вам все это покажу все сниму ну а пока вот так быстро пробежала показала так что мы дома орхидеи все дома всех спасла от холода от заморозков ну предстоит еще одна обработка и уже основательно будем готовиться к зиме поставлю здесь фитолампы и наверное где-то может быть с октября но опять же по погоде если будет солнце так может быть и позже буду уже включать досвечивать свои цветочки всем пока и до встречи на моем канале для вас здесь и